Ребят, всем привет! Вы на канале Бомбелка Лайф и сегодня у нас тут немножко ускоренное начало такое, уже приехал Комет на позицию, ну я перемотал начальный разъезд, так что начинаем, можно так сказать, не с самого старта, но тем не менее будет все равно интересно. Давайте смотреть, что сегодня у нас за танк, что за видос, британец седьмого уровня, известный всем как Комет, средний танк, довольно неплохой, кстати, поговорим, что это за машина, обсудим там слабые и сильные стороны, как не играть и так далее. Также вас ждет обалденнейшее сражение, просто улет какое крутое, серьезно, смотрите ролик от начала до конца, я, как всегда, предупреждаю, этот бой смотрю вместе с вами впервые, то есть я его еще не видел, что здесь будет происходить, вообще не знаю, знаю только, что он крутой, объясняю, почему всегда для новых зрителей сражение для канала Бомбелка Лайф отбирает модератор. Он скидывает мне бои, говорит, Юра, посмотри, вот конкретно этот бой, он очень-очень классный, вы в шоке, я специально смотрю впервые с вами, чтобы только живые эмоции у меня были, ну, так, начало я перемотал, просто заезд на гору, давайте разберемся, пока вот ситуация еще не сильно накалилась, хотя уже накалилась 2.7, что такое Комет? Это типичный британский средний танк, понятно, по его, так сказать, предшественнику, как на нем играть, то есть это мобильная СТ, у которой нет брони, которая быстро переезжает с фланга на фланг и использует скорее средние, иногда дальние дистанции. На ближних дистанциях Комет только, когда есть пространство, есть возможность закрутить, в принципе, еще может, но опять же вас будут пробивать, все-таки брони здесь, как вы понимаете, ну, особо нету, все вот это, все это шьется. Так что, как играть на Комете, можно ответить довольно просто, вы выбираете среднюю дистанцию, опять же, из-за динамики у Комета хорошая возможность с фланга на фланг туда-сюда переезжать, то есть вы слева высунулись, тут же закатились, поехали, увидели, что левый фланг проиграл, переехали на правый фланг, там разобрались, в общем, как-то так Комета играется. Но, опять же, всегда надо контролировать миникарту. Это не легкий танк, это не безумный колесник, когда там вы смотрите больше на миникарту, наверное, чем на карту. Это средний танк, где все же какое-то, но спокойствие игры есть. Он не настолько прям мобильный, поэтому, в принципе, можете спокойненько переезжать с фланга на фланг, спокойненько смотреть, как действуют ваши союзники, и уже от этого отталкиваться. Опять же, желательно всегда иметь поддержку, желательно быть на том фланге, где есть союзники, от которых вы, особенно тяжелые танки, тоже ваши союзники, это главные, которые будут танковать, а вы уже на средней дистанции из-за них работаете. То есть, впереди танкующие тяжелые танки, ну, на седьмом уровне, например, я не знаю, Тигр какой-нибудь, ИС, Тигр Порше, а вы уже дальше от них чуть-чуть стоите, и когда там враги по ним отстреливаются, вы спокойно с ними разбираетесь. Вот про это, собственно, Комет. За счет неплохой мобильности можно, если вы увидели, что тяжи фланг проиграли, убежать, встать на дальнюю же позицию и настреливать из каких-то кустов. То есть, вот так, в принципе, Комета играется. На ближнюю дистанцию особенно суваться не советую, ну, за счет ДПМа вы еще можете подразобрать врагов, но, опять же, если это будет фланг тяжелых танков и будет выбор у врагов, по кому кинуть? По бронированному ИСу, например, или по вам? Выберут вас. То есть, все враги, все тяжи по вам скинутся. Ни в коем случае не делайте эту ошибку, не ездите на Комете танковать именно с тяжами, не рамбуйте там, ничего не придумайте, вас быстро сбреют. Типичный геймплей среднего танка. Вот так. Сильно дальние позиции не советовал бы выбирать, хотя иногда тоже это работает. Встать где-нибудь подальше, рядом с ПТшками и хорошенько нанести дамаг. Ну, если вот конкретно такой застойный бой, нет действий и там малейший засвет на дальней дистанции действительно решает исход, тогда так. Тогда встанойтесь где-то вдалеке и уже играйте на настрел. Опять же, рабочая тактика на Комете. Ну вот, опять же, что мы видим? Поднялся по нулевой линии, проехал, что сделал? Вот здесь с позиции поработал, это средняя дистанция. Для СТшек по центру поработал. Затем спустился, сделал тоже средняя дистанция. Отстрел по вражеской базе. Затем успел, вернулся назад. Растащил на средней дистанции за счет там пересвета в каком-то плане врагов вот здесь, когда уже один оставался. Ну и сейчас реально пацанчик идет на Колобанова, пять фрагов наколотил. Неплохое начало, я вам скажу, если еще троих врагов доберет. Но опять же, как разбираться на Комете, например, против вот того же вражеского КВ-2? Пересветить с какой-то дальней или средней дистанции его, разобрать из кустов, поймать его на расстоянии. То есть, вы разрываете дистанцию, делаете так, что КВ-2 к вам едет, а вы там из кустиков за счет ДПМ его наяриваете. Если КВ-2 вблизи с вами будет, он фугасом отпишет ваншота до свидания. То есть, вот здесь так. Что еще хочу сказать по Комету, по оборудованию? Опять же, ну, все классика для СТ. Наверное, досылатель, я думаю, можно, в принципе, вентиляцию впихнуть, попытаться. Потому что здесь неплохие показатели и так, в основном. Ну, я бы советовал что-то на обзор сделать. Ну, трубы не нужны. Я считаю, здесь, в принципе, хватит оптики. Ну, и опять же, что еще можно? Что-нибудь на стабилизацию. Все-таки средний танк на скорость сведения. Как-то так. Ну, и давайте тогда уже смотреть развязочку. Потому что интересная фаза боя у нас. Захват базы идет. Ну, и здесь, конечно, они делают ошибку. Став вот так нагло на захват. Комет может каких-то кустов попересвечивать, поразбирать базу. Но не совсем это получается. Приходится, приходится играть на ближней дистанции. И повезло, что здесь не КВ-2 арта. Которую мы вот так спокойно снимаем. Так, с захватом разобрались. Тут же все внимание назад. Ребят, пока вы смотрите развязочку этого боя, я попрошу вас... Напомню, во-первых, что витосы на канале Бомбил Калаев выходят без рекламы. Поэтому, огромнейшая просьба, поддержите этот ролик лайком, ребята. Это очень важно для канала. Окажет гигантскую поддержку. Вам 2 секунды поддержать этот проект. Ну, кто не прожал лайк, пожалуйста, спуститесь под видос. Нажмите этот палец вверх. Ну, реально же, ребята, 3 секунды это сделать. Кто не подписан так же, пожалуйста, 5 секунд. Спуститься, нажать этот красный прямоугольник, подписаться на канал. Ведь клевые бои, интересные обзоры. Без рекламы причем, без всяких там ссылок. Поэтому, пожалуйста, спускайтесь под видос, лайк прожимайте, подписывайтесь. Кто не включил колокольчик, тоже врубайте его в режим всеуведомления. Тоже 3 секунды это, кстати, сделать. Взять колокольчик, поставить в режим всеуведомления. Так что вот так. Надеюсь, все поддержат, кто лайк поставил от души, ребят. Большущее просто вам спасибо. Ну и давайте смотреть развязку, потому что вот так именно на средней дистанции он и растаскивает бои. Посмотрите. Нету у него конкретно битв на ближней дистанции сейчас. То есть он пересвечивает этих артоводов и издалека их разбирает. Вот интересно, как он будет действовать с КВ-2. Потому что этот тяж может нас заваншотить. Союзники уже надеялись там, что КВ-2 вражеский АФК. Но не тут-то было. КВ-2 нам подкатил сюрприз на финал. Хочет он затащить тоже этот бой. Ну вот что делает Комет? Правильно. Он не едет крутить КВ-2, потому что понимает, что мобильности Комету может не хватить в таком ближнем бою. Закрутить, КВ-2 может довернуть. Он рвет дистанцию, потому что другого варианта нету. Выкатываться, падать, пытаться развести КВ-2. Очень большой риск получить ваншот. Отъезжаем, занимаем какую-то позицию. Вот железное работает, как играть на Комете. Вот именно этот мой ответ. Мне кажется, игрок, ну, если не идеально, а ничего не бывает в этом мире, как вы знаете, то с очень хорошей точностью показывает идеальную тактику игры. Ну и вот сейчас он надеется, разорвал дистанцию, занял кусты и надеется, что поймать КВ-2 на вот этом выезде и его тогда уже разбирать. Но КВ-2 тоже не такой глупыш, поэтому он не едет на нас, не хочет, чтобы мы его тут на средней и дальней уже, наверное, даже дистанции разводили и разбирали. Поэтому он, по всей видимости, остался на базе. Что делать дальше? Мне кажется, я бы проехал в квадрат А6 и с того квадрата уже попытался светануть КВ-2 и сдалека разобрать. Может быть, сейчас увидим все-таки ближний бой на Комете, было бы эпично, но я не знаю. Смотрю ролик впервые с вами, как я и говорю, самые живые эмоции. Так, объезжает Комет аккуратно здесь по линии, не засветится. И вот опять же попытка сыграть от позиции, от средней дистанции уже издалека здесь светануть. Выглядываем, есть КВ-2 или нету, нема. Время уже, кстати, тикает. Посмотрим, вот сможет закрутить. По идее, должен. КВ-2 очень неповоротливый в ближнем бою. Главное сейчас не напороться. И вот он, КВ-2. А что он делает? КВ-2 тут гениальное танкование какое-то применяет. Кидает нам на 386. И вот здесь, смотрите, будет решать, по-моему, ДПМ. Фортануло конкретно Комету в том, что КВ-2 не дал фулочку, не заваншотил его. Здесь, конечно... Ну, КВ-2 просто тянул на ничью. Он был, по-моему, согласен. Поэтому пришлось рисковать. И здесь уже закручивался. Видно было, что он перекручивал КВ-2, у него бы не получилось ничего, даже если бы он откадышился. Хотя, может, он, по-моему, откадышился. Давайте, ребят, глянем финальные итоги. Лайк прожимаем, кто еще не прожал, кстати. Ну что, ребят, пожалуйста. Колобанов, Редлик, Думитро, основной калибр, Воин. 3.396 дамага не так много, но бой неплохой, мне кажется. Риск оправдан. Ну, конечно, видите, понятно было, что выезд на КВ-2 был риск. Потому что можно было очень жестко получить. Ну, а на этом все. Вверху, справа, сейчас другой видос нашего канала. Советую именно на него зайти и посмотреть. Вон, ребята, вверху, справа видос. Посмотрите, все быстрее туда залетаем. Слева тоже два видоса. Кто справа ролик видел, выбираем слева. На этом все, ребят. До скорых встреч. Всем удачи, увидимся. Лайк не забываем прожать. Подписываемся, кто не подписан. Колокольчик вырубаем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok